Всем привет! Вы на канале Золотые ручки. Подарки своими руками. Меня зовут Елена и сегодня мы с вами устроим соревнование между комплектами постельного белья. А также один из комплектов я разыграю среди своих любимых подписчиков. И еще покажу вам, как можно нестандартно использовать комплект постельного белья. Вот это у нас сегодняшние участники. Сейчас я открою их и покажу, и расскажу о них поподробнее. Все комплекты постельного белья сделаны из поплина и их размер двуспальный. Хочу поблагодарить текстильную компанию Василек за предоставленный для видеосъемки Ивановский трикотаж. Я надула вот такой ринг, на котором и развернется битва наших комплектов за звание самого красивого. Постараюсь распаковывать всех наших участников очень аккуратно, чтобы потом сложить и запаковать все обратно. Первый комплект это выбор моей младшей доченьки. Обращаю внимание, что все наволочки у всех комплектов 70 на 70 сантиметров. Я не стала их надевать на подушке. А также я заказала у Василька еще и дешевенькое одеяло по размеру комплектов. Но не стала на него примерять пододеяльник. Думаю, и так будет понятен внешний вид постельного белья. Итак, встречайте первого участника – суфле на ринге. Этот комплект, ну просто сама нежность и очарование. Простынь и одна сторона пододеяльника в маленький-маленький квадратик. И это единственный комплект, который хочется рассматривать очень-очень близко, чтобы разглядеть каждый цветочек. Замечательное сочетание тканей по цвету. Второй участник – это выбор моей старшей доченьки. Для меня было открытием, что у моих дочек, ну совершенно разный вкус. Это и подтолкнуло меня сделать опрос. Спасибо всем, кто поучаствовал. И так и возникла идея – видео в таком формате. Встречайте второго участника – Монте-Карло. Ох уж эти геометрические фигуры. Они для многих непонятны. Такое постельное белье выбирают в основном целеустремленные и энергичные молодые люди. Но для меня осталось загадкой, почему в этом комплекте расцветка простыни и пододеяльника не имеют ничего общего и подходящего друг другу, как будто они от разных комплектов. Третий участник – Лили. Третий – классический цветочный принт и простынь в клеточку. Кстати, вот в этом комплекте расцветка двух тканей идеально подходит друг другу. Зеленые и нежно-розовые квадратики на простыне сочетаются с цветами на пододеяльнике и наволочках. И последний наш участник под номером четыре – это Фламинго. Этот комплект, наверное, скорее для молодежи. Вот такие розовые птички на пододеяльнике и розовые и белые полосы на простыне и наволочках. Очень даже миленько смотрится. Расцветка пододеяльника с двух сторон одинаковая. В сообществе на нашем канале я провела опрос. И победителем у нас стал по итогам голосования комплект «Лили». На втором месте – Фламинго. Поэтому один из этих комплектов я и разыграю. Пишите комментарии, какой из них вам бы хотелось выиграть и чем он вам понравился. Ну а я в полном восторге от комплекта «Суфле». И вот почему. Недавно я сплела корзинку, вы ее уже видели в предыдущем видео. И мне на нее нужен чехол. Вчера бежала несколько магазинов тканей, купила три отреза по метру. На все про все потратила 900 рублей. Еле-еле нашла подходящую ткань с мелким рисунком. И все еще сомневаюсь, что одна ткань по цвету подходит к другой. И после всей этой беготни и размышлений на эту тему, меня осенило. Посчитать себестоимость одного квадратного метра ткани из магазина и одного квадратного метра ткани постельного белья. Вы удивитесь, но ткань от постельного белья в перерасчете на один метр квадратный стоит почти в два раза дешевле. Кроме того, она уже идеально сочетается по цвету. Все свои расчеты я напишу в описании к видео, можете проверить. Поэтому шить чехлы на корзине из постельного белья очень даже выгодно. Жаль, что доча мне не отдаст эту постельку на растерзание. Ну и напоследок еще раз о розыгрыше. Если хочешь выиграть один из этих комплектов, напиши в комментарии под этим видео, какой комплект из наших лидеров тебе больше понравился и почему. Розыгрыш будет проводиться с помощью программки «Случайный комментарий». И чем больше ты напишешь комментариев, тем у тебя больше шансов выиграть. Только писать нужно разные комментарии, чтобы YouTube тебя не заподозрил в спаме. Результаты розыгрыша смотри в следующем видео. Всем пока-пока и до новых встреч!